Всем привет! Спасибо, что заглянули опять на мой канал. Мне безумно приятно. Сегодня у нас пивная тарелка и безалкогольное пиво. Я его очень люблю. Оно напоминает квас. Сочетание уйда пеном. Льется прям. Трубочка это была плохая идея. В последнее время я постоянно, когда мукбанки снимаю, я прям заляпываюсь. У нас здесь с вами чипсы. Жареная дешперя. Я забыла взять вилку, поэтому будем кушать руками. Копченая куриная грудинка. И сыр. Косичка. Плюс интересный разговор. Кстати, я знаю, что вы будете спрашивать, потому что в инстаграме, когда я снимаю историю с этим блеском, меня все спрашивают. Хотя он мне не очень нравится. В том плане, что персиковые оттенки блесков как-то не по мне. Я принесла специально. Вот совсем чуток осталось у меня. Это Белоджи. 0,3 оттенок. Итальянский бренд. Стоит недорого. Где-то как Мэйбелин. Может чуток подороже. Пена прям льется. В общем, вчера была такая ситуация. О которой я вам хочу рассказать. В общем, так получилось, что вчера было первое число. А у нас был француз клиент. У нас вообще на работе, кто не понимает, я могу объяснить. Каждый, например, владеет одним из проектов. Если ты продашь товар, ты получаешь деньги. Если не продашь, то нет. Ты получаешь проценты. От продажи. Так как оборудование очень дорогое. Иногда бывает, ты, например, заключаешь один контракт. И вроде как тебе уже зарплата начисляется. Весь остальной месяц. Ты можешь дурака валять. Но я, естественно, никогда так не делаю. Если дальше у меня готов проект, то я обязательно работаю дальше. Чем больше зарплата, тем лучше. У меня встреча с клиентом была назначена на 6 число. А у моего коллеги на 1 число. Причем клиент настаивал, что именно 1 числа ему нужно поставить точки. Нужен ему этот товар или нет. Я до этого слышала, что он очень недоволен этим покупателем. То есть он просто так трепет мозги и в конце ничего не покупает. Он мне позвонил 30 числа. И сказал, что вот мы с друзьями хотим отдохнуть. Могли бы мы с тобой поменяться. То есть я возьму клиента, который на 6 число. А ты все равно не пьешь. Ты возьмешь проект, который на 1 число. Я возьму на 6. Мы с тобой, в общем, поменяемся клиентами. Мне, честно, было по большому счету без разницы. Потому что я 6 числа записалась к стоматологу. Представляете, у него окошко только 6 числа. За это у него забито. В общем, не суть. Ну, я подумала, хорошо. Мне без разницы. Но я поменялась, потому что я как бы не знала, мой клиент купит или нет. Тоже был какой-то непонятный человек. То есть мне от этого ни холодно, ни горячо не было. Когда он мне предложил, я не то чтобы не удивилась. Ну, понятное дело, мужчины любят выпить. Там, не знаю, праздник и все дела. Утром с похмелья, с бодуна, неохота, да? И все навстречу. И получается, что первые часа утром мы идем на бег. И по стечению обстоятельств он совершает покупку. Причем крупную покупку. И тут теперь такой вопрос. Получается, что мы поменялись клиентами. Теперь он совершает покупку. После того, как он покупает, начисляются бонусы. И теперь вопрос. Кому будут начисляться бонусы? Так как до этого он возился с этим клиентом. Я, в принципе, могу ему отдать. Но он мне сам сказал, что мы с тобой меняемся. Он изначально думал, что он ничего не купит. Но я также и понимаю, что до этого он потратил очень много времени и сил на этого клиента. Развозил его. И все дела. В общем, год начался очень удачно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, как должно быть. Мой болт считает, что если он поменялся клиентами, то все, продажа зачислена тобой. Возможно, 6-го числа ему тоже удастся продать. Но я, если честно, считаю, что это не совсем честно, потому что он обрабатывал это все время клиентом. Он с ним общался. Единственное, я пошла за него 1-го числа. И тут бац, он и купил. Я вообще, такой человек, я не люблю грешные деньги. То есть, если в этих деньгах есть недовольство моего коллеги, например, мне оно не надо. Я проживу без этих денег. Но, поверьте мне, так получится, что я заработаю где-то в другом месте. И еще больше. Было дело, что, например, я находила телефон, но я всегда его отдавала. Я считаю, что это правильно. Поверьте мне, если возьмете себе, оно от вас уйдет. И уйдет в плане здоровья, на какие-то анализы, на что-то еще. Поэтому, на мой взгляд, опять же, нужно стараться заработать халал. Не знаю, как это по-русски. У меня однажды было дело, я делала рекламу, причем не за маленькие деньги. И так получилось, что я забыла оставить ссылку. Точнее, две ссылки оставила, одну я забыла оставить. Точнее, я не забыла. Они мне ее не дали. В общем, как получилось. То есть, мне нужно было снять рекламу в YouTube. И они мне сказали, что эта интеграция нам нужна на декабрь. Так что, можете не спешить. Я сказала, окей. Но я, если честно, люблю сразу отснять рекламу, отчитаться и все. Потому что деньги получает блогер заранее. Мне некомфортно. Не люблю в долгий ящик такие вещи откладывать. Ключевое слово на декабрь нам нужна была эта реклама. Я, получается, в ноябре, в конце ноября выпускаю это видео. И там ссылка на их канал, ссылка на их сайт и все дела. Но оказывается, они мне должны были дать реферальную ссылку, по которой они могут отследить конкретно сколько покупателей перешло на их сайт и заказало эффективность рекламной интеграции. А я просто, не сказав им, выложила. Потом, когда они выразили свое недовольство, я объяснила, что то есть я не хотела. Если хотите, я как-то в другом видео опять расскажу про вас. то есть сделаю еще раз вам рекламу, дабы вы не остались довольны. Недовольны. Другой бы блогер сказал, знаешь что, ты мне изначально не говорил, что еще какую-то ссылку ты мне должен дать. Это твои проблемы, надо было изначально уточнять. я считаю, что каждый должен стараться заработать деньги честным путем. это элементарно слышу кучу историй, как, не знаю, обманывают пенсионеров, из карточек их деньги крадут. я просто искренне не понимаю, как можно с такой кармой потом жить. Ты обманываешь бедного человека. Ладно, ты у богатого украл. Возможно, это последние деньги этого пенсионера. Возможно, она тяжело живет. все слышали, про схему. Звонят, говорят, скажи кодовое слово, пенсионеры-то не понимают, думают, что реально из Альфа-банка звонят. Поэтому вот непонятно теперь, что делать. я как бы готова отдать эти бонусы ему. Он, если честно, немного настаивает, говорит, что это был мой клиент и все дела. Наверное, ему нужнее. Наверное, это будет честнее. В любом случае, моя карма будет чище, если я ему отдам эти деньги. Вот. И мне вернется в двойном объеме, дай бог. так всегда бывает. Отпускайте деньги с легкостью. вернется в тройне. Так что вот такие вот дела. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Будет очень интересно послушать, почитать. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Очень хочу добить 180 тысяч. И только ты можешь мне в этом помочь. Субтитры сделал DimaTorzok